Всем привет! Я никуда не пропал, я вновь с вами, с вами, с вами, с нами. Короче, я вновь здесь. Страда школьных выпускных закончилась, поэтому появилось и время, и главное, появился повод записать этот видосик. Как там в стишках говорится, с чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре. И я, пожалуй, не сильно даже совру, если скажу, что знакомство со светосильной оптикой в различных системах, там Sony, Nikon, там неважно в чем, там Canon, у многих фотографов начиналось со светосильного дешевого полтинника. Вот. Ну, это в данном случае STM, EF 1.8. И в этом плане система RF, на которой я сейчас сижу, а именно EOS RP, не исключение. И мое знакомство с родной, именно системной оптикой, также началось с самого недорогого и доступного полтинника STM 1.8. То есть, вот эта вот EF-ная версия, это, соответственно, RF-ная версия. Вес у стекол одинаков, габариты, ну, на мой взгляд, особо ничем не отличаются, но, тем не менее, между этими стеклами есть небольшие внешние отличия. В свое время, вот этот объектив EF-ный был мною протестирован, в принципе, облюбован, он мне понравился. Он привел меня, ну, не то чтобы в восторг, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущей версией пластик-фантастика, просто 1.8. Этот объектив качественно отличался тем, что не мазал по фокусу, имел металлический байонет и, в целом, выглядел как-то более опрятно. Но на тот момент мне не понравилось кольцо фокусировки. Оно, по моему мнению, казалось мне неудобным, узким, тактильно как-то не совсем осязаемым. В этом отношении на EF-ной оптике все хорошо. Кольцо расположено удобно, на самом краю, хорошо ощущается пальцами, то есть четко уверенно, когда его крутишь, нигде пальцы ни за что не застревают, как здесь, за оправу. В общем, в этом отношении все very cool. Что немного поменялось. Несмотря на то, что оптическая схема у этих стекол достаточно похожа, сейчас, возможно, совру, по-моему, 6 линз в 5 группах, и сама оптическая схема выглядит весьма похожей, на самом деле она немного отличается. В RF-ную оптику добавили низкодисперсионный элемент, выговорил, и немного сместили всю группу линз. Если здесь, как и на всех предыдущих полтинниках, передний элемент достаточно утоплен в корпус, то есть создается такая естественная, так сказать, природная бленда небольшая, а задний элемент группы находится вровень, практически с краем, с границы вот этого байонета, то здесь все очень сильно изменили. Всю группу сместили вперед, и теперь, наоборот, первый элемент всей этой группы находится практически вровень с передним краем объектива, а вот задний элемент существенно утоплен. Ну, просто группу как будто взяли, стояла здесь, туда, вот так вот сдвинули. Мне это показалось не совсем как-то прикольно, потому что, ну, и линзу проще залапать, когда ставишь, снимаешь стекло, если без крышки, и в целом все-таки бленда, бленда штука полезная, а вот эта вот естественная бленда, она хоть чуть-чуть, но стекло предохраняло и от какого-то бокового света, и опять-таки от каких-то, может быть, капель дождя, еще от чего-то, то есть опять-таки от рук, которые так и норовят пальцами туда залезть, и так далее, и тому подобное, то здесь, увы и ах, все это вытащили самый вперед, и я уже неоднократно, кстати, пальцами в него залазил. Что касаемо, необходимо ли бленда для этого объектива? В целом, он неплохо держит контровой свет, то есть я специально вчера пошел в парк Галецкого на тестовую съемку, сначала начал цветочки-лепесточки фотографировать, чтобы оценить боке с минимальной дистанции фокусировки. Сразу скажу, по боке эти объективы одинаковые, одинаково средненькие, боке на любителя, то есть двоид, достаточно такой жестковатый, то есть, конечно же, это не 1,2 и даже не 1,4, и, в общем-то, боке это не их сильная сторона. Вот. И по поводу контрового света, да, контраст он держит, то есть на откровенно такой даже контровой свет неплохой контраст дает, но бленда необходима, потому что эта скотина, в общем-то, ловит зайцев. Вот. Вот кадрик сейчас я покажу конкретно. Вот этот кадр. Мы видим, такие хорошие жирные зайцы были пойманы при контровике. При этом контраст, по сути дела, неплохой. Вот. Что еще можно сказать? Вот это вот кольцо фокусировки здесь служит сразу для двух целей. Первое, это непосредственно ручная фокусировка. И второе функция, это на нее можно программно повесить какое-либо управление, например, смену ISO, либо управление диафрагмой, выдержкой, какими-то такими вещами. Лично я сюда назначил экспокоррекцию, поскольку 80% времени я снимаю в приоритете диафрагмы, и именно в этом режиме экспокоррекция – это то, что доктор прописал, то, что необходимо при смене обстановки. То есть где-то надо чуть в плюс загнать, где-то чуть в минус. И мне показалось, что это делать существенно удобнее, чем с органов управления камеры. То есть ты прочно, уверенно держишь камеру в руках, рукой, то есть схватив, и крутишь уже непосредственно на колесе. Что еще можно сказать? Именно на текущий момент этот объектив является самым компактным решением для систем РФ. То есть компактнее него на РФ в данный момент напялить нечего. Даже блинчик, ЕФ-ный блинчик 40 мм, если мы его крепим через переходник, все равно получается больше габаритом, чем вот этот вот полтосик. Ах, крышечка не подошла. Да, кстати, по поводу крышечек. Здесь достаточно небольшой диаметр 49, но за каким-то хреном Canon еще сильнее уменьшил все это дело, сделав диаметр передней крышки, диаметр резьбы под светофильтр. 43 мм, это уж совсем как-то крошечно. Вот. И вот в таком вот виде EOS RP без батарейного блока с этим полтинником на данный момент это самое такое, можно сказать, компактное и легкое решение у Canon для беззеркальных полнокадровых систем. То есть меньше ничего нету. Меньше и легче. Вот. Собственно, для чего я его себе приобрел. До этого я пользовался EF версией этого объектива. Объектив был немой, я его брал периодически у разных людей. В данном случае я взял его у Viki. И кольцо шуршит, потому что Vika любит играть в пляжный баскетбол или волейбол. Волейбол. Пляжного баскетбола нету. И, видимо, песка уже нахватало. Неприятное такое. Вот. Для чего, собственно, у меня вообще требовался этот объектив? Время от времени, снимая именно предметку, этот объектив существенно лучше работал, чем, например, имеющийся на тот момент у меня Sigma 51.4. Вот Sigma, она хорошая, она художественная, она имеет приятное боке, она имеет хороший резкий центр с плавным падением резкости по краям. Все это дает такой вот объемчик, такую вот художественность. Но, к сожалению, даже будучи изрядно прикрытой, она совершенно не катит для предметной съемки. Вот, не знаю, ни ее, сказать, ни ее стезя, ни ее назначения. Что же сказать именно про полтинник 1.8 STM? Что этот, что этот, поскольку оптический, и, ну, они никак, на мой взгляд, не отличаются. Может быть, там где-то микроскопически лучше. Вот этот объектив новый, говорят, что у него хроматических аберраций меньше. Собственно, я и на этом H не ловил, и на этом H также поймать не смог. Вот. Но, что касаемо резкости по полю кадра, когда его поджимаешь, то и винетка быстрее уходит, и, собственно говоря, резкость по полю кадра быстрее выравнивается, чем на той же Sigma. Какие-то у меня такие расплывчатые, быстрее, медленнее. Ну, скажем так, уже на диафрагме 4, у меня к нему никаких претензий к этому объективу нет. 5.6, так вообще, можно снимать. Вчера я его тестировал, специально отключив все коррекции внутрикамерные. Несмотря на то, что снимаю в ров, все равно их отрубил, чтобы сразу, как бы, видеть JPEG-картинку без всяких вот этих вот исправлений. Да, существенно винетирует на открытый также. По скорости автофокуса в нормальных условиях дневных фокус работает четко, быстро, никаких претензий нет. Но столкнулся с такой неприятным моментом, когда уже солнце скрылось за линию горизонта, и уже такое вот наступили полусумерки. Этот объектив стал мазать. То есть вот так вот прям конкретно стал мазать и не попадать. У меня буквально из 10 кадров было 3 или 4 с промахом, это дохера. Причем с хорошим таким промахом, причем он прям давал мыло-мыло, он куда-то в другую сторону улетал. По поводу еще раз переключения этого кольца на различные там функции. Canon сделал очень хитро. У переключателя всего две позиции. Либо он работает в качестве фокуса, то есть переключился, и это кольцо должно фокусироваться в мануале. Либо в качестве контроля, то есть назначенной какой-то функцией на колесо управления. Вопрос, а как переключаться, собственно, в режим мануальной фокусировки? Ну, у меня такая мысль была. И мне-то до этого таких стекол не было. И тут-то оказалось, что где-то там в недрах камеры есть меню, где ты можешь переключиться с AF на MF. То есть залез туда, переключился на MF, и вот после этого, переключившись на фокус, ты начинаешь этим кольцом наконец-таки ручную фокусировку. Мне это показалось крайне неудобным, и возник вопрос, что стоило Canon сделать этот переключатель трехпозиционный. То есть центральное положение у нас AF, одно из крайних положений это MF, другое крайнее положение это контроль. Все логично. Щелк, и мы в M-режиме. Щелк-щелк, мы в режиме управления там программным каким-то, какой-либо функцией. Щелк посередину, у нас просто автофокус. Ну, вот что-то Canon решил пойти своим, как всегда, странным путем, и сделал это все куда-то, зарыл внутрь. Теперь это надо либо садить куда-то на горячую клавишу, либо выводить в пользовательское меню. Я лично вывел в пользовательское меню, поскольку снимаю в M-режиме и не настолько часто, чтобы у меня это было под рукой. Но, опять-таки, почему не сделать отдельный переключатель, либо просто трехпозиционный переключатель, для меня осталось непонятным. Вчера я его пытался начинать, конечно, тестировать со всяких там пейзажей, цветочки-лепесточки, травушки-муравушки. Потом понял быстро, что вся эта фигня мне надоела, это не мой фасон съемки, и я начал искать людей, кого бы пофотать. Набрался храбрости, начал подходить к незнакомым людям, подошел к девушке, говорю, девушка, а можно сделать с вами несколько кадров? Она такая, ну, типа, да. И я начал снимать, сделал 2, 3, 4, 5 кадров, она уже начала позировать. Я говорю, слушайте, мы с вами уже сделали больше, чем пару кадров, может быть, продолжим? Она такая, ну, давайте, правда, я жду тут человека, я говорю, ну, я вас надолго не займу, давайте пройдемся буквально по этой локации, чуть-чуть прогуляемся, далеко отсюда уходить не будем. О, вот такая вот модель, отлично поснимали. Я в хорошем настроении продолжил прогулку, встретил, иду, идет пара, парень с девушкой, говорю, о, стойте, стойте, можно я сфотографирую? Вы, говорю, такие контрастные. Не знаю, почему я это слово сказал, вы такие контрастные. Я такие, да, да, можно, раз встали, я делаю кадр, говорю, а что так скучно, давайте обнимитесь. Они раз, обнялись, чумяк, и даже не спросили, а как забрать фотографию, все, поулыбались, все, разошлись. Дальше смотрю, девушка одна другую фотографирует, я такой, сначала втихаря такой на электронный затвор камеру перевел, сделал несколько кадров, понял, что это не вариант, потому что они немного шевелятся, и я шевелился чуть-чуть, и, короче, все такое, ну, желе такое получилось. Я такой, эй, они, да, да, я говорю, можно я бэки поснимаю? Одна из них не поняла, такая, что вы поснимаете? А другая, которая снимала, видимо, чуть-чуть фотографии уже рубит, такая, да, 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 конечно, поснимайте. Я уже переключился на обычный затвор, сделал несколько кадров, вот они. И такой, ну, все, спасибо. А как фотки забрать, я говорю, в инсту, в инсту, дал всем им инсту. Иду дальше, мимо меня проходит девушка в вечернем платье, закутанная в кожаную куртку, такая, с таким странным выражением лица. Я такой, за ней слежу, она такая обходит, обходит такие цветы, такая, ну, там, не цветы, как ее называют, там, лаванда, не лаванда, что-то в парке Галецкого такое, фиолетовый какой-то там цветет. И такая встала, и смотрю, две тетки ее такие, чик-чик, на смартфон ее такой, ага, к женщинам к этим подхожу, говорю, я присоединюсь, они такие, о, да, конечно, присоединяйтесь. Потом, ой, а что это мы не спросили у нашей модели, там, доченька, можно тебя, там, чувак, типа, пофото, и там, она такая, ну, да. Ну, и я тоже ее, там, дын-дын-дын-дын. И вот на этом моменте у меня как раз начались проблемы с фокусом, как раз уже света такого не было, уже таким немного в сумерки. И я ее снимаю, она еще такая подвижная, прям там, там, и волосы так, и руки сюда. Я смотрю, у меня там кадры пролетают мимо через один, ну, не через один, но достаточно часто я такой, что думаю за херня. Да, ну, вот на днях, может быть, сегодня вечером, либо завтра, либо завтра вечером я буду проводить уже целенаправленно съемку на этот объектив уже, то есть договорился с девушкой и буду уже снимать. Вот там я уже буду без спешки, без вот этой вчерашней суеты, буду продолжать тестировать этот объектив. Сразу скажу наперед, по итогам вчерашней съемки, никакого особого вау-эффекта этот объектив на меня не произвел. Ну, почему не произвел? Я не говорю, что он какой-то плохой. Нет, просто этот в свое время произвел вау-эффект. В нем были такие положительные черты, как резкость с открытой и точность автофокуса по сравнению с его предшественником. То этот объектив по сравнению с этим ничем уже не выделяется. То есть у него вся та же скорость фокусировки, вся та же точность фокусировки и, собственно говоря, вся та же резкость на открытой, что и вот этого объектива. То есть они, в принципе, паритетны. Поэтому если у кого-то есть уже такой объектив, одетый, надетый, постоянно путаю эти слова, я такой безграмотный, через переходник, то отдельно покупать этот объектив, возможно, смысла не имеет. Я его приобрел, потому что у меня нет своего вот этого объектива. Я его постоянно у кого-то делегирую. И, собственно говоря, если у вас нету такого полтинника, вообще нету недорогого полтинника, никакого полтинника, но есть RF-система, то да, тогда, пожалуй, имеет смысл брать его, даже если у вас есть переходник, то, вероятнее всего, имеет смысл заплатить чуть больше и приобрести этот объектив, потому что он даст вам компактность, которую вы больше никак не получите. То есть у вас будет такой штатничек, легкий, компактный, самый минимальный на этой системе. Ждем, конечно, от Canon блинчика по DRF, и тогда этот объектив уже отойдет на какой-то второй план по компактности, но пока де-факто и де-юре он самый компактный. И даст вам вот это вот кольцо управления. Не знаю, кому оно как нужно или нет. Я, честно говоря, сильно сомневался в его, скажем так, полезности и необходимости. Попробовал поставить сюда ISO, не зашло. Попробовал поставить сюда коррекцию экспозиции, и это мне уже зашло. То есть мне это показалось реально удобнее. Так у нас в приоритете диафрагмы коррекция болтается под большим пальцем. То есть когда снимаешь, приходится делать перехват какой-то рукой, чтобы его крутить. Здесь же ты спокойно держишь, особенно если есть батарейный блок, и он стоит вот так вот неродной, где нет никаких органов управления. То в этом случае это кольцо просто играет обалденную роль. Я мимо камеры сейчас последние секунды смотрю собой, любуюсь в этом, в экранчике. Какой я молодец. Вот, то это кольцо просто бомба, и мне вот эта функция понравилась. Здесь кто-то говорит, по-моему, Олега с фотос или Олег фото, ну, в общем, у него уже был обзор на этот объектив, и, по-моему, он сказал, что вот нету щелчков, вот каких-то там, или не он сказал. Ну, кто-то, в общем, из обзорщиков уже говорил, что кольцо вращается плавно, без таких вот градаций, без чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Как это реализовано, например, на объективах, где это кольцо выполнено в виде отдельной функции. И, дескать, вследствие этого пользоваться им, ну, неудобно, там тактильно непонятно, на сколько шагов ты там переключаешься, на сколько ступеней, третьей ступени. Да, отчасти соглашусь, но, с другой стороны, лично мне этого большого дискомфорта никакого не доставило. То есть, я кручу это кольцо, я вижу по шкале, как двигается экспо-коррекция, более того, наблюдаю это и визуально, поскольку там имитация экспозиции у меня в живом виде стоит. В общем, вот. Сейчас, наверное, продемонстрирую кадрики, которые я вчера наснимал. Не знаю, из Lightroom или просто в виде слайд-шоу полистаем. И чуть позже, в самом конце видео, еще будет, соответственно, та съемка с моделью, которая только-только предстоит в будущем. Но уже сейчас я ее поставлю, поскольку у нас видео – это машина времени. Снимаю я сегодня, закончится фотосессия сегодня вечером или завтра. А на видео я уже могу сказать, что в конце видео я вам это дело поставлю. Ну вот, спасибо за просмотр, за такой достаточно поверхностный, объективный, поверхностный, субъективный, я хотел сказать, поверхностный, субъективный обзор вот этого вот объектива. В целом, он не вызвал у меня вау-эффекта, но я, как ни странно, доволен его приобретением. То есть, имея я вот этот полтос, повторюсь, я, наверное, бы не стал заморачиваться с ним. Но поскольку у меня нет никакого полтинника, кстати, Sigma 1.4 Neart я продал. Продал, потому что лежал он у меня в кофре последнее время. У него очень странная фокусная – 45 мм. То есть, он вроде как заявлен полтос, но он 45. И имея уже 35-ку 1.4, иметь еще 45-1.4, который я использовал не так часто в некоторых ситуациях, поснимать именно какую-то художку. Это сильно для меня жирное удовольствие. Тем более, что на какую-то коммерцию он не сильно заточен. То вот с этим объективом как раз я закрываю опять-таки недостающий диапазон фокусный 50 мм. У меня есть 35, теперь есть 50, 85, 135. И он дюжегодно подходит как раз для такой чисто технической съемки, какой-то предметной съемки. Ну вот, пожалуй, и все. А, ну да, я еще на верное видосико сделаю врезочку чуть позже, после первого блока фотографии, где я уже оставлю комментарий перед финальной съемкой, которая предстоит. Я уже скажу, как она прошла. И все-таки про автофокус. Дурит он, дуркует он в плохих условиях освещения или все-таки вчера это был какой-то глюк случайный. В общем, вот. В общем, вот. На всякий случай, конечно, попрощаюсь. Всем пока. Пишите письма, ставьте свои комментарии, ставьте лайки, пишите... Да, пишите комментарии, уже говорил. Ну все. Музыка� Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok